ну что welcome back to my channel дамы и господа мормоны приветствую на канале иду пробираюсь на ручей на котором последний раз меня победили рыбы хочу попробовать взять манч реванш над этими толстяками попробовать его мы все-таки сегодня поймать а прежде чем начать хотел бы сказать пару слов точнее передать огромнейший привет одному персонажем по фамилии шубин с канала сашок моя личность не дает ему никак покоя то он не пишет вконтакте мы приедем сломаем тебе нос без того уже ломаны то ю тубе периодически какие-то комментарии рассказывают редактируются а затем удаляются вот и сегодня очередной такой случай хочу обсудить на одном из последних видео написал там очередной свой шедевр после чего на следующий день удалил не отказывается впечатление что человек сядет не злоба ненависть он сядет на херачится на колдырица вечером залезет напишет то что не на душе на языке потом утром проспится встанет и удаляет то что написал в общем либо надо думать прежде чем что-то ты пишешь что потом самому же не было на утро стыдно либо просто вообще проще не писать ну а коли написал то имей мужество оставлять то что ты написал не редактировать уж тем более не удалять пусть видят твое творчество и мои зрители канала они же являются подписчиками частичные твоего канала пусть они видят как говорится истинное лицо поэтому будь уж мужиком они девочки написал то оставь поймать это считаешь себя топ-блогером который ловит на 2 водоемах 10 лет а все остальные тебе не читах говорится один д'артаньян все вокруг пидорасы и писать комментарий типа не буду озвучивать комментарий захочет сам напишет если в совесть есть в общем считает что он один д'артаньян мое творчество полная хуйня в общем как-то так я приближаюсь к ручью мне главное найти нужное нужное место где был этот коряжник здесь все растет не по дням а по часам борщевик поднимается и пробираться теперь очень сложно в общем ладно подойду к воде включусь что хотел сказать этому персонажу сказал больше не сказать ничего я на месте как раз там где надо так матч реванш я приехал делать опять опять с ошибкой я хотел взять мягкий спиннинг power кто он там этот стик желтый со шнуром чтобы палка гасил вот эти все бешеные рывки этих толстых рыб но придя на водоем в тубусе у меня оказался только дипломат а тут и оказывается выложил это прям очень прям на первый минус потому что надо мне мягкую палку чтоб на шнуре тем более она гасила рывки этих рыб но будем пробовать на дипломатии но из плюсов я сегодня с подсадчиком телескопическим поэтому мне не надо на храпом теперь быстро там выводить рыб я могу им дать походить подержать их под водой выдвинуть спокойно подсадчик подобрать рыбку из воды и всякого так скажем кипиша поэтому отца к не будет плюсом сменил сетку родная здесь была силиконовая мелкая для ловли спортивной некрупной форельки до японцы применяют и когда ты ложь большую рыбу плотва к там щеную шур шуренок они все блин из этого подсадчика при своих рывках брак они вываливаются вот поменял сетку купил силиконовый мой силиконовый купил алюминиевый подсадчик забродный на алиэкспрессе за 500 рублей с него снял алюминиевый вот этот обод и снял вот эту прорезиную сеточку сделана она конечно некачественно сшита так себе но посмотрим чуть делать на не менее лучше в общем пробуем течение вообще не видно чтобы было как-то тут вообще грязи в воде плавать до хрена мутяк такой же присутствует в общем уровень воды еще упал обмелел в общем лето приходит ручей милее мельче мельче но надежда что рыбка тут все-таки задержалась и стоит остается поэтому сейчас будем пробовать у меня были поклевки вон там вот тогда хороших рыб у я сейчас вижу вот так вот коряга лежит поперек в мутной воде на немного просветлела но грязная видно уже куда можно бросать было куда нельзя там поперек вот так ветка лежит но рыба брала вон оттуда вот тоже поэтому сейчас посмотрим шнур поставил 0 1 не стал что-то ставить 0 2 думаю ну блин совсем толстый хотя сейчас вот стою думаю надо было все-таки поставить на на 02 и были бы сейчас до шансы бы если в под корягу рыба пойдет ее выловить но в общем пробуем надежда есть что кто-нибудь тут остался толстый жирный под ногами лежит дохлая рыба большая окунь такой большой по моему потом достану и посмотрю кто это что с тобой случилось вдруг кто-то тебя поймал выпустил неаккуратно в общем 20 минут потратил на эту точку не получил ниточка оборвался пять раз в общем кругом сплошные коряги мель стала мелко течение него нету и и по ходу что рыбка мигрировала в поисках каких-то других удачных мест для стоянок где возможно если глубина возможно течение чтобы был кислород не стоит она в таких застоялых точках в общем предстоит сегодня трудовая рыбалка думал сейчас приду поймаете их толстячков сразу же это там все уплыли ищем еще одна рыбка о блин ребята так тот шаму рыбу прошел нафигеть походу там строители выше потечению что-то делают и по ходу все водоем весь умер можно сюда больше не ходить произошел сброс какой-то в воду в общем сейчас я вам буду показывать что этот вижу чем-то не видел полстенного окуня значит вот такая вот плотвичка померла о том что здесь дальше еще плотвички две померли дальше еще плотвичка мертвая дальше вон там кто-то большой лежит мой блин а чё же произошло то вот она смотри какая красотка которая тогда в корягах клевала вот она умерла огромная вот она плотвичка умерла вон там мальки под водой лежат в общем жесть но что с вами могли сбросить это я даже не знаю водоем начинает свой путь далеко я самая что там вот проводят стройку по дамбе по укреплению и что там могли с трактора блин какую-нибудь гады сюда скинуть которая могла бы лишить этот водоем жизни в общем вот такой вот был прекрасный ручей но все больше его здесь нету это он даже ловить нет смысла в общем просто жесть такие рыбина такие особи и все погибло что думал на челок умер кто там лежал ну мало ли может кому-то ловил отпустил неудачно но нет рыба вся мертва это причем течение речка с течением это что на москва забросить чтобы даже с проточной водой вся эта химия всех поубивала в общем все поехал отсюда делать здесь больше нечего так ну что для вас прошло мгновение для меня несколько уже почти пару часов пока я добрался на следующую речку другой конец города в общем рванул оттуда где замор сюда здесь тоже надо взять матч реванш с подсаком когда я тут был без подсака и мне приходилось рыбину брать на храпом выводить чтобы ее вытащить из воды были сплошные сходы никого и не смог довести до берега ну а сегодня так как у меня подсак я решил а почему бы собственно говоря и не поехать и не попробовать взять матч реванш теперь у этих рыбешек теперь мне не надо резко на храпом их выводить быстрее к поверхности а можно спокойненько дать рыбки заглотить приманку спокойно ее подержать в воде и подсадчиком дотянуться и спокойненько принять подсадчик в общем пробуем смотрим что здесь спустя сколько месяц на она уже прошел уж не помню когда здесь был что здесь с рыбой осталось она здесь не осталось ловится не ловится ну вроде речка не похоже чтоб была какой-то вымершая водичка более-менее светлая не прозрак конечно идеальный но не мутная поэтому посмотрим поищем рыбку на рыбалку остается у меня всего лишь три часа что такое три часа для блужданий по полям по лесам покурил по зарослям конечно это вообще мало то надо пройти найти какие-нибудь ямки обраточки постоять обловить дальше пойти в общем очень мало времени но может быть успею кого-нибудь поймать окунь мелкий палки это акушок тот же который когда тут ловил и отпускал утром не крючок молодец конечно такой отход дружок папа туда подальше чтоб не пугал никого нет ну вот первая рыбка есть еще один окунек убег убег не поднял его свалился с безбородика ну да ладно пусть бежит себе рыбка ну тут вот небольшая ямка после обмеления осталось а который может сайт как-то рыбешка одна-две попробуем покидаем муж кто и отзовется давай ямочка может ты наградишь хоть какой-то спокойненько заводим пацанчик рыбку ямка на ручей обмелел не в локальных ямках прятались так из-под дерева вывести надо так не понимаю где так все мормышка цепилась ключочек безбородники такая такая красавица отлично папа как она как форель сразу же только приманка упала сразу же среагировала и ломанулась за ней отлично что выходов было несколько рыб точнее когда одна поймалась и еще дома какие-то себя проявили но насколько помню этот ручей по прошлым рыбалкам стоит только одну поймать она моментально пугает суставе сами плюхами вот этими которыми только что тут занималась надежда следующую поклевку прям вообще минимальные на окунь твою мать кушка попробуем так поднять по деревцам небольшой блин а перехватчик мелкий давай так ставим осторожное напуганное еще ты тут есть рыбонька есть тут завал потоп интересно как это тут может пройти верховья если вдруг захочет потому что она сейчас пройти никуда не может из этого завала там вот впереди не видно глубоко там или мелко но видно что там замедление течения идет там может держаться вполне рыбка поэтому сейчас надо кидать этот участок если не зацеплюсь за траву то есть шанс что кто-нибудь может схватить мормышечку есть 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 латвичка ха ха отлично в домике в домике да интересно такой разрывчик ну взяла как скажем без всплесков пришла аккуратно есть шанс что там еще можно кого-нибудь час заброс сделать поймать потому что бесшумно так и аккуратненько вывел это время привязал колебалочку сделаем несколько забросов на колебалочку она как раз поверхностная проводочка мало ли отзовется кто-нибудь ну что-то эти зацепы за коряги блин постоянные а так колебалку проведем по верху и может патвичка дается есть 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 на колебалочку на колебалочку такая небольшая классно обхитрю я тебя а тут идет постоянная зацепа мормышек за траву за веточки за коряшки прям вообще уже бесит а так колебалочку ход туда и поверх у ее над всеми этими приблудами оба удар еще и ведешь ее поверх этого всего блин бьют и бьют и бьют на каждой проводке давай давай потихонечку потихонечку без всякого кипиша опа никого не пугаем шикарно никого не пугаем потихонечку опа и уходим домой вот это всех перепугала это всех перепугала конечно это уже более шумно выводилась это всех перепугала теперь на поклевку надеется уже не стоит стать и наверно уже убежал красавица вот давай не поднимайся наверх иди под водой вот так вот умничка надо подниматься наверх и плюхать смещается туда выше по течению да чуть-чуть отходит а я иду по воде чуть-чуть ее догоняю после этих поимок иду за ней нифига тут яма блять зачерпнул зачерпнул потекло все штаны в джинсы блин глубокая яма хотел перейти на ту сторону холодная вода бежит мне в сапоги в штаны везде хотел за того взяться это крапива сейчас попробую сюда спуститься здесь прокидать здесь тоже вроде прослеживается какая-то небольшая ямка может кто стоит есть 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 говорит уже был тычок это вот она красавица об все-таки размерчик одинаково нас близко и очень глубины там 20 сантиметров вот она вот она стайка у тебя тут стая плотвы штук 20 давайте давайте все вверх не надо вниз убегать я все буду ловить верховьях ничего себе такие мигрируют поручил хотели уплыть вниз не менее все обратно так вот издалека опа вот это ударчик хороший был доберет не доберет на следующем забросе интересно ну давай еще ударчик еще есть больше на кутовку не похоже окушок на колебок первый блин у первого дар был другой не куневой сто процентов вот плотвенный пробуем еще раз мог он все пораспугал конечно есть 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 у микро пушок который опять распугал тут все еще одна щука такая же толстая жирная это полкилограммовая щук столько капец уже какая-то уже 4 щука которая вижу две убежали от берега грелись на мелике стояли две я видел как вот в одессе стоят толстенькие такие хорошенькие слава богу никто мне колебал очки не откусывает не реагирует себе там что-то на уме плавают и слава богу все заканчиваю последний вот этот участок поворот речечки такой кидаю и все и буду собираться переодеваться в общем отлично половил блин колебалка сегодня уделал мормушку просто можно сказать в пух и прах мормушками ты цепляешься за дно за ветки за траву за все подряд ставишь 01 блин кидая обстримом тяжело ставишь 005 заброс недальний подходить надо близко рыба пугается ты видишь как эти стайки рыбки куда-то мигрирует от тебя с испуга со страхом а вот поставил колебалочку блин вообще так пошла так сказать масть прям вообще проводишь ее над поверхностью плотва долбит просто обалденно причем пробовал такие бывают участки кидаешь глисну раз удар 23 с десяток ударов но не можешь никого засечь при этом удары блин такие мощняцкие и ты привязываешь мормушечку думаешь ну сейчас значит будем мормушкой мотыликом долавливать а эффекта там ты кидаешь кидаешь туда в эту точку где были удары блесны на блесну и не получаешь ни единого под поклевки на мормушку то ли они уже блесну все поударяли напугались и разбежались то ли блин и мормушку общение интересно им вот тесно такая активная игра блесонки короче фиг его знает ну в общем отлично сегодня половил на блесну плоту прям шикарно отлично прогулялся жалко конечно первый ручей увидеть картину что там дохлая рыба вообще жесть что туда могли сбросить строители или еще кто-нибудь непонятно рыба вся померла ну и здесь это прощение лучше кто помнит в том году когда я здесь был дядька рассказывал что этот ручей постоянно травят из года в год я ловил верховьях как раз видел откуда вытекала вода с пятнами мазута в прошлом году но в этом году вроде рыбка ловится живая пока не видно чтоб кто-то отравил поэтому но кажется у нас может быть все в любой момент в общем такая вот рыбалочка отличная прогулка в общем все на этой точке на колебалочку ударщиков нет до новых встреч пока как пока буду собираться